привет ребята мы продолжаем играть stalker а значит без записи да я быстренько сбегал петельки продал автомат купил гром с 14 так ты кто такое а прапор еще да вот без записи я помучил труп как же его барин а барин да барин у нас по моему ветеран рангом помучил труп ну и выбил вот такой тайник в трубе на дикой территории в принципе те кто в теме они давно поняли что там это там находится артефакт как его пустышка по моему да здесь почему-то пишет батарейка но пустышка так в принципе да да купил патронов к грому ну и теперь думаю да можно быстренько сдавать квест на поиск документов барменом так у нас что ночь пол двенадцатого иди своей дорогой я его грохну когда-нибудь так но мы идем да и мы идем к бармену проходи не задерживайся тебе сюда нельзя да что меченый принес документы из x18 да вот они ситуация проясняется как я и предполагал выжигатель мозгов это экспериментальный излучатель кайманова его части как раз изготавливались лаборатории x18 в этих документах есть ссылка на лабораторию x16 куда отправлялись готовые блоки она расположена на территории производственного комплекса возле озера лентарь там неподалеку лагерь ученых они наверняка подскажут точнее ситуация непростая тебе надо пробраться к учеными узнать где находится лаборатории 16 чтобы добыть недостающую часть документов ну что готов всегда готов вот и отлично я буду ждать какое-то задание еще сделал так да я все артефакты распродал так это мы тоже продадим комбезы парочку аптечек можно продать так хорошо принципе здорово здорово так да нам нужно идти в x16 которые которые находится возле озера янтарь так что у нас по журналу выжигатель рукотворен торговцы действительно многое накопали по этим лабораториям для бармена не стало неожиданностью информация про излучатели и про x16 теперь он уверен что этот выжигатель мозгов рукотворен он думает что эта лаборатория x16 находится недалеко от лагеря ученых возле озера янтарь они как раз изучают там излучение которое похоже на действие выжигателя так что сейчас мой путь лежит ученые братья зоны так ничего нового ну да тут тоже ничего нового так ладно сказали нам на янтарь значит на янтарь так мне где-то 800 патронов я думаю мне хватит так значит что идем на дикую территорию и Играет музыка. Да, к сожалению, нельзя спать в этой игре или как-то отматывать игровое время. Так вот, да, ночью бродить по зоне довольно-таки опасно. Но ничего не поделаешь. Так, какие-то переговоры были. Так, одного свалил. Вот, и второго свалил. По вспышкам бей. Не вижу ничего. Так, что у нас здесь? Так, что у нас здесь? Так, что у нас здесь? Так. Их даже двое. Блин. Так. Так, один остался. Есть. 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 Вот и все, нет вашего вертолета Сейчас вы и получите Крысы провидятся Так, отлично Вертолет сбили Стоп Ребят, не знаю, что вы на записи будете видеть, но Блин, я нифига не вижу Так, вроде бы я его приложил Так Хорошо, возьмем артефакт Отлично Тут дофига артефактов Хороших Еще капля Капля шубля Капля Так, ничего интересного нету, блин, темень такая Такая Блин, тут реальные боевые действия Идут Сталкин, помоги На нас топали наемники Половина наших людей погибла Помоги нам Мы к логу не останемся Помоги нам пробиться через остатку возле захода Я тебе скину координаты Нормой осторожней Блоконам с головорезами возле вертолета Короче, ты, чудный болван Или отдаешь мне резерказы Или уедешь отсюда в пластиковом мешке Если вы нападете, я уничтожу информацию Фиг вам, а не мои труды Профессор Ты же умный человек Одна информация, где на все четыре стороны Если вы не хотите, чтобы я уничтожил результаты исследований Держитесь подальше Да, у него яйца есть Мохнатые такие, стальные Так, а вот у меня Это Проблемы Блин, что на меня с мышкой Моя мышка отказывается А, блин, так У меня же одиночные включены Нет, зря я на мышку, конечно же, гнал Она не виновата Хорошо Хорошо Так Так Блин, так темно Ну нифига не видно, а Да, к сожалению Круглого убили Думаю, не будем уже мы переигрывать Так Да, к сожалению Не успел я Эти уроды Всех тут порешали Так Профессор Круглов Ну давайте, да, заберем Самое ценное Так Тайничок Хорошо Так так что тут еще есть ценного коробочка о патроны как раз калибр подходящий ухты рпг с одним выстрелом однако так добавим в обойму чё тут а ничего ничего нету а вот он волкодав прям на меня выскочил год так ладно это не беда так ладно мы тогда думаю пойдем в это здание заберем тайник в трубе забрать его можно несколькими способами в принципе можно лезть через крышу но это в принципе сопряжено с определенными трудностями второй способ гораздо легче да нужно вот так вот дотолкать ящик так не одного энергетика нету да так ну и вот здесь вот по метке нужно пройтись да вот здесь вот батарейка почему-то пишут правда никакая она не батарейка так отлично как отсюда выбраться можно таким же макаром как и забраться так я оказывается радиации нахватал то дай боже да да stalker внимание внимание так там еще артефактики есть так аккуратненько обходим на своего подстрелил кто тут у нас козел а блин я такой меткий что я сам себе поражаюсь так бинтик я у вас возьму хорошо так двигаемся далее да кстати осталось очень много артефактов в локации в принципе их соберу я их обязательно соберу ну зомбированы дергался еще а так отлично блин ну да обязательно нужно же на одну жарку попасться зомбированный долговец так сейф в доме это по моему тоже здесь так а ну-ка давайте приблизим сейф в доме да а в сейфе в доме по моему этот сева мне как раз было бы неплохо новый комбезе так отлично ну и те меня нифига не видно папа по моему я в него все таки же попал так что я разбегался бинт возьмем да кстати вот чем ближе к озеру янтарь тем больше зомбированных так зомбированный наемник хорошо да переходим на янтарь вот Продолжение следует... Так, уже отсюда... Уже отсюда, по-моему, даже видно лагерь учёных. Долганутый зомбированный, а? Слышь, хорошие комбезы у них, а? Выдерживай. Промазал. Так, и этого тоже. И Серёжа тоже. Так, винтик. Так, а второй кто? В принципе, один должен быть... А, Семёнов, эколог. Сейчас очень важно сделать калибровку. Мне плевать, я один, никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай. Смыси, от этого зависит. Порталат. Молодец, парень. Здрасте, профессор. Как ваши ничего? Да-да? Да-да? Что вас интересует? Я ищу лабораторию X-16. Бармен сказал, что вы можете знать её местонахождение. Да, мы знаем об этой лаборатории. Однако её точные координаты нам неизвестны. Кроме того, пытаться попасть туда слишком опасно. Почему? Мы уже давно изучаем излучение лаборатории X-16. Ты не пройдёшь туда без специальной защиты. Мы разработали соответствующие устройства. Но для его настройки необходимо произвести ряд замеров. Если ты поможешь нам сделать эти замеры, я дам тебе настроенный прототип, с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию. Ну, хорошо, ладно. Ну вот и отлично. Поговорите с Семёновым и отправляйтесь. Всё необходимое у него уже есть. Да-да? Да-да? Так, гравий, уникальный комбез. Ну, это всё понятно. Так, эту штуковину продаём. Так, сколько ты весишь? 5 килограмм. Это тоже 5 килограмм весит. Хорошо. Хорошо, аптечек можно продать. Колючку продаём. Вот это вот тоже всё продаём. Хорошо. Гранаты вот даже и не знаю, оставить нет. Да-да? Я тебя прошу, ну. Так. Да, мы, конечно же, для начала вернёмся. Стоп, кто это идёт? Мы, конечно же, для начала вернёмся. Вернёмся на Дикую Территорию. Так, нам нужно будет забрать комбез оттуда. В принципе, артефакты мы уже взяли. Ладно, собирать артефактов, которые я, в принципе, там даже не трогал. Ну, и, в принципе, после этого можно будет со спокойной душой... Со спокойной душой, да, идти в лабораторию. Так, немножко посветлело. А, ну, в принципе, да, уже утро. Хотя небо такое серое. Так, вот они, моя прелесть. Артефакты. Ага, она, значит, с этой стороны. Так. Она прямо здесь. А, ну, да. Так. Хорошо. Возьмём. Капли. Ага, вот здесь вот ещё. Как здесь много артефактов. Ай-яй. Блин. Так. Вот там что-то блястит. А, не, так это у псевдо-собаки глаза блестят. Я уж думал, это артефакт воропустил. Так, здесь, по-моему, этот комбез свобода есть. Если я не ошибаюсь. Ну, надо же, да. Надо же, что я и не ошибаюсь. Сколько он стоит. Сколько он стоит? 10 тысяч. Так, не, 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 нифига, не надо в меня стрелять. Я и сам могу пострелять тоже. Так, бенгальский огонь. Фуфло. Так. Ага. Наверное, в будке вот этой вот. Нет, нет, не в будке. Наверное, рядом. А, вот в этой вот, может быть, будке. Ух ты. Три научные аптечки. Весьма-весьма благодарен. Блин, или он мне в спину стрелял, что ли? Так. Допрыгался, парень. Так, ладно, мы идем, заберем комбез. Для начала. Для начала мы возьмем комбез. Так, вроде бы там в сейфе, да, он должен быть. А, вот сейф. Так, вот и сева, да? Отличный комбез. Так, вылезаем отсюда. Да, опять дофига разного барахла. Так, интересно, там вот заспавнилась эта ружьишка. Которая потерялась. А? Вот я не знаю даже. Даже и не знаю. Так. Так. Здесь у нас труппак Гордона Фримена Валяется. Так, ну не будем. Там у него этот, по-моему, игл. И, по-моему, десерт. Да. Но брать его не буду, потому что... Мне кажется, что... Это... Вылетает. Когда берешь... Когда его берешь, вылетает почему-то. Или не вылетает. Или я ошибаюсь, не помню. Но... Как бы... Чтобы не было эксцессов... Отлично, да. Обрез двустволки. А это оно или нет? Или я... Я, честно говоря, не помню. Колючка. Дик Папе. Так. Хорошо. Жаль, конечно же, да. Потому что там, вот, в принципе, там и патроны есть. Для вот этого автомата. Ну, не знаю. Не хочется рисковать. Не знаю. Как-то вылет... Прямо посередине серии. Ну, это... Так. Это никудышное... Действие. Поэтому, ладно. Пускай будет... Дальше вот там вот. Оставаться этот... Знаменитый, убойный, очень мощный пистолет. Достанется он кому-нибудь другому. Блин, а здесь я и не залезу. Так, хорошо. В принципе, можно еще... Вот этого вот товарища облутать. Правда, он... Рангом, по-моему, или ветеран, или... Или опытный. В общем-то, ничего. У него особо такого не будет. Так. Филька Рязанский. Серьезный парень. Так, ну а мы, да, давайте вот... Доберем артефакты. Так, вот уже сталкеры начали сюда приходить. Вообще, мне кажется, по идее, они идут на Яндаре. Поговорим, только сперва пушку спрячь. Так, Фильмка Пастор, ветеран. Хорошо. Так, что это у нас? Грави, наверное, или выверт? Да вы издеваетесь. Ну что за... Что вам жалко дать... Хоть что-нибудь в коробках? Так, я забыл переключиться. Да что б тебя, ну... Хм... Так, я просто снайпер. Просто снайпер. Гений чистой красоты. Смотрите, какие бандиты, а. Нахальные. Так. Куда вы гоните? Так. А может быть мастера? А, нет, ветераны. Пока что еще ветераны. В принципе, да, как... Как добывать редкие тайники? Оружие убрал. А ты как здесь появился, мужик? Ммм... Гусаров. В принципе, да, как добывать редкие тайники, я думаю, вы и без меня знаете. Ну, а те, кто не знает, скажу то, что вот нужно находить сталкеров с рангом мастер. Ну, самое желательное, конечно же, мастер. Можно и ветеран. Ну, ветеран не очень-то, а вот мастер самое то. И, да, вот, сохраняетесь перед трупаком. И берете тайник. Ну, и, в общем-то, вот так вот его дергаете, дергаете. И пока вот не выбиваете нужный вам тайник. И, конечно же, просто нужно знать, какой тайник выбивать. В принципе, чтобы было что-то полезное. А так, вообще, да. Очень-очень полезная вещь. Бывает, что и попадаются, кстати, очень хорошие тайники. Так, и отлично. Проходи, не задерживайся. Без комментариев. Вот, черт, потерял фамильное ружье на дикой территории. Думал кровососов пострелять. Да и леса многие унес. Черт, послушай, брат, если принесешь мое ружье, отблагодарю. Я тут заработал чуток. Все тебе отдам, только ружье верни. Фамильное оно у нас. От отца к сыну передавалось. И вот, на тебе, потерял. Я к нему, считай, прирост, сроднился. А тут такая засада. Все отдам тебе друг друга. Только ружье верни, молю тебя. Потерял я его возле жилища кровососов. Сейчас скину тебе координаты этого места. И поосторожнее там. Твари эти очень злобные. Если кто помог. Достану тебе твое ружье. Я тебя не обману. Но это в твоих же интересах. Так, нашел. Держи свое ружьишко. Что? Ружье нашел? Ого, брат, братишка, братулька. У меня просто нет слов. Спасибо. Спасибо, черт возьми. Эх, ну помог, ну помог. Да. Вот возьми мое скромное вознаграждение. Это все, что у меня есть. Прости, что оно не так велико, как твоя помощь. И я не забуду, черт меня дери, как ты мне помог. Надеюсь, смогу со временем так же помочь тебе, как и ты мне. Спасибо. Слушай, я тебе расскажу. Рядом с тем местом, где ты мое ружье достал, есть еще одна штука. Странный заколоченный дом. Что там, никому не известно. Но через окна видно, что там много аномалий. Может и артефакты есть. Только как туда пробраться, я не знаю. Да, кстати, можно вот у него брать работу на уничтожение кровососов. Ну, в принципе, мы не будем этим заниматься. Вот у меня уже есть три пустышки. Одна еще находится на радаре. Мне нужно ее просто будет взять. Ну, и там же и батарейка одна находится. В принципе. Здорово, меченый. Так. Чего тебе, меченый? Вот флешка с информацией, которую мне дал профессор Круглов. Я не могу. Так. Все, успокоился. Так-так, информация, говоришь. Прямо от профессора Круглова, да? Ну, он как бы это... Она ему уже не понадобится. Профессор Круглов, так сказать. Да, отправился с товарищем Хароном через какую-то речку. Ну, ладно. Да ты что, издеваешься надо... Да ты что, издеваться надо мной вздумал? Я профессор Круглов во имя науки и человечества стираю отчеты наших исследований. Это та информация, которую ты должен был достать? Да. Я думаю, долг будет очень доволен, когда узнает об этом. Хе, ну да. Спасибо. Так, а что за работа есть? Так. Ломать мясо. У меня, по-моему, нету. Так, ну да, не получилось его наколоть. Профессор Круглов, конечно же, мертв. Так, ну нормально. Да я думаю, блин, хватит сколько? 450 патронов. Тебе сюда нельзя. Да, я думаю, хватит, ребята. Я думаю, что патронов нам хватит. Так, ну а теперь, да, летим на янтарь. В принципе, дорогу-то мы расчистили. В принципе, дорогу-то мы расчистили. Прямо интересно, жуть, а. Все-таки шкамбец или нет? Ё-моё, вот это вот память. Сам себе удивляюсь, честное слово. Так, ладно. Так, что еще там есть на дикой территории такого интересного? А мне кажется, больше ничего такого вот, чтобы... Было, ну прям так... Через край интересно, по-моему, и нету. Так, заняли позиции сталкеры уже. Хорошо, в принципе, да. Ну, спешим. Спешим к... К профессору. Так, артефакты вроде бы я здесь пособирал. Ну, в принципе, у нас комбец сева. Можно уже и сюда зайти. Вот этих вот ребят полутать. Правда, у них ничего особо такого вот и нету. Хорошо. Так, а вон один остался. Так, блин, не стреляет в меня, сволочи. Так, ладно, мы спешим... Спешим к профессору. А я думаю, можно взять, чтобы порожняком не идти. Заодно и продадим. Так, 260. Да, в принципе, денег хватит. Денег должно хватить, по идее. Сколько экзосклет стоит? По-моему, 100... 160. Или 140. Так, ну да и ладно, в принципе. Экзоскелет, я думаю, в любом случае купим. Ну и плюс ко всему, да, я вот... Раскрою небольшой секрет, что... В Припяти, да, мы найдем... Улучшенный экзоскелет. Ну и я думаю, да, обязательно его подберем. Так, отлично, снова, снова янтарь. Снова мы возвращаемся... К озеру янтарь. К озеру янтарь. Субтитры сделал DimaTorzok Сюда к лаборатории ученых Обычно они рвутся вот сюда вот Ну или могут вот там вот в низине Сидеть возле костров Хотя с другой стороны обычно долг берет Под охрану эту лабораторию Хорошо И оставь крысу в покое иди сюда Так вот это вот продадим Уже продадим Ну оставим Так а вот мы возьмемся за работу Принести уникальный комбинезон У нас к вам дело Мы недавно наняли одного сталкера Чтобы он проник внутрь лаборатории Еще тогда я заметил его необычайный костюм От него ощутимо отдавало тепло Сталкер говорил что этот костюм Раны сам заживляет В общем сталкер не вернулся из лаборатории Нет Вы не подумайте Мы тут ни при чем И костюм его до сих пор Наверное там лежит Я бы с удовольствием получил Его и для изучения Профессор будет у вас костюм Я обещаю Хорошо Так давайте уйдем в сторону Чтобы это не слушать Так а вот у нас есть исследование Круглова Я профессор Круглов Стираю отчеты наших исследований Опасные знания не должны попасть в руки Неблагонадежных элементов Которые воспользуются ими в своих преступных целях Тот кто прочтет эту запись Пусть знает что наша группа была сбита Над дикой территорией Наемниками Под предводительством известного головореза Волкодава И знаете что скорее всего нас уже нет в живых Жаль ребят конечно Но ничего не попишешь Кстати да вот еще одну пустышку Каждый раз забываю как называется Она вот здесь вот находится По моему называется Тоник клад в бревне Так в принципе да вот Нам осталось сделать замеры С Семеновым В принципе да Мы это будем уже делать в следующей серии Так сева Ну сева в принципе На лабораторию Х16 Я думаю мне хватит Кстати за вот этот вот Уникальный комбез От Сахарова Мы получим Подарочек Очень хороший научный Да Боевой комбез Наверное самый лучший Из вот этих вот Комбезов закрытого типа Ну это конечно же Сугубо мое личное мнение Но мне кажется он самый лучший Из комбезов такого типа В принципе да Осталось Осталось записать концовочку Осталось попрощаться с вами Попросить чтобы вы Давали мне советы Писали Может быть я чего-то пропустил Хотя в принципе Я стараюсь вот по основным моментам Конечно же Пробегаться и Их обговаривать Но в принципе да И могу сказать что я тоже Многого не знаю И Не такой уж я и сталкер На самом то деле Как пишут в комментариях Есть Есть чему поучиться В принципе В принципе да В принципе так Ну что ж Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Комментируйте Подписывайтесь на канал Увидимся Услышимся В последующих сериях Всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok